а я много лет танцевала в школьном коллективе очень интересное название титаник то есть это было где-то в девяносто шестом девяносто седьмом году как раз в тех годах когда этот фильм вышел но к сожалению насколько я знаю после того как вот может закончить школу коллектив все-таки потом сейчас его уже вроде не существует а также я увлекалась гандболом причем это было это была одна из страсти моей в школе я прям серьезно да ну я конечно была профессиональной спортсменкой но тем не менее мы ездили на какие-то соревнования районные городские занимает призовые места все так прямо болели все наши команды это было это было здорово то есть воспоминания не такие прям теплые дружные как мы все друг другу поддерживали мы настраивались перед игрой там держались вместе за руки считалочки какие-то были были ну это было здорово я знаю что вы еще в раннем детстве попали в германию и даже там ходили в школу что это за школа была как как вам понравилось то германии мне очень понравилось что это было на самом деле я попал туда совершенно случайно наша соседка преподавательница другой школы не там где я училась она предложила моим родителям отправить 9-летнего ребенка на десять дней в германию я очень рада что туда попала передать что мы показывали это была такая ассоциация школьников и студентов которые в различных сценках на английском языке показывали какие-то проблемы человечества и мира мы пробыли там десять дней по часы по германии посещали какие-то различные семинары гульцом получается у вас был были как языковые курсы да то есть вы в плане языка обмен опытом или что это было на самом деле нет я ездила по этой программе с другой школой расскажу немножко предысторию а я училась в обычной школе первые два класса я училась в обычном классе и потом к третьему классу меня родители решили перейти в английский класс мне там было очень тяжело потому что те детки которые учились уже в третьем классе они знали язык ну на том бытовом уровне как можно знать третий классник то есть они учили там уже знали буквы умели то что писать я этого ничего не умела то есть я по я просто пришла и не понимал что вокруг меня происходит что очень было много уроков английского. И тогда это была во мне такая внутренняя борьба, то есть желание доказать прежде всего себе и своим сверстникам, что я тоже на что-то способна. И я начала ходить усиленно на курсы английского языка, ну и, собственно, с репетитором подтягивать язык. Начала заниматься очень много для того, чтобы догадать своих сверстников к концу года. И после этого меня уже за мои такие хорошие навыки отправили. И это был как раз конец года, май. Меня перевели в другую школу, в гимназию, где специализация уже была английского языка. Ну, где, собственно, потом мне уже было достаточно комфортно, потому что язык я подтянула. Можете рассказать о своем классе, который сложился ближе к окончанию школы? После седьмого класса, как я вот говорила ранее, у нас было распределение по специализации. Я, естественно, пошла в класс английского языка. И со мной вместе туда пошли еще 23 девочки и два мальчика. Когда мы пришли 1 сентября в 8 классе, мы обнаружили, смотрели друг на друга, были удивлены, что вокруг нас одни девочки, и пришли два новых мальчика в школу. К сожалению, не выдержали они наших женских разговоров. Интриг. Интриг, да, сплетен и так далее. Они ушли через 2 месяца, перешли в другой класс. Ну, собственно, нам от этого не стало как-то грустно и одиноко. Мы участвовали тоже в разных соревнованиях. У нас в школе была начальная военная подготовка. И каждый год в рамках занятий начальной военной подготовки у нас были такие утренники, где нужно было в военной форме, в фуражках и в пилотках проходить по кругу, петь какие-то вот песни «Катюша». И потом были какие-то спортивные соревнования. И у нас всегда считали слабым звеном, потому что у нас не было в классе парней. А начальная военная подготовка — это, естественно, какие-то брусья, какие-то канаты, и все, что с этим связано. Но мы, когда первый раз участвовали, решили показать то, на что мы способны. И мы придумали речевку, опять-таки, возвращаясь к теме Америки, на манер американской армии. То есть, когда идет командир взвода, если не ошибаюсь, так правильно называется, он выкрикивает что-то, остальные подхватывают.